Всем привет! Вы смотрите канал про приключения и путешествия WeTravelIn. Нас зовут Инна и Максим. За нашими плечами 40 стран и много нестандартных историй, которыми мы делимся на своем канале. Привет! Вы можете WeTravelIn. Вы, наверное, ничего не поняли? Ладно, я вам сама расскажу. Сегодня вы станете очевидцами того, как у нас берут интервью местное телевидение, телевидение под названием Globo. Многие знают эту сеть. Люди пришли рассказать о нас, как о путешественниках и поснимать местную флору и фауну. Друзья, мы сейчас пришли в парк города Арикемис. Замечательное место, где обитают рыбы под названием пироруку. Это такие большие монстры громадные, которых буквально можно потрогать рукой. Мы сейчас их поснимаем, покажем, какие они огромные. Еще они очень вкусные. Первые впечатления очень положительные. Тихий, спокойный город. Классный климат. Мы живем напротив ботанического сада. Нам все очень нравится. Будем изучать его дальше. Посмотрим, откроет ли он нам свои секреты. Только что, буквально гуляя в парке, мы увидели броненосца. Тут они называются Тату. Таким веселым названием. Маленькое животное. А услышали мы его заранее, потому что он шелестел в сухих листьях. И когда мы уже заглянули за кустик, мы увидели вот это маленькое животное с такими ушками прикольными. Я не знаю, будет видно ли вам на камере, но на него просто все накинулись с фотоаппаратами и телефонами и начали клацать. И сказали, что в этом парке увидеть тату – это очень большая редкость. Так что нам повезло. Друзья, ну что, нам пора отсюда убираться, потому что, как бы печально это ни звучало, нам рассказали местную одну историю, которая сейчас, в общем, происходит вокруг. Значит, есть одни заключенные, которых из тюрьмы выпускают на определенную территорию, чтобы они отрабатывали, да. И вот на ногу им цепляют такой браслет, который ограничивает их движение. Так вот, один человек тут и работает, заключенный. И что они творят? Значит, такой заключенный своим дружкам рассказывает, что тут есть определенные люди с какой-то техникой, если он что-то узрел. И делают наводку. Таким образом, турист или местный заходит в лес, где мы только что были, и там его поджидает кто-то из местных. По сути, он сам ничего не делал, он только сказал. И вот у такого одного человека здесь увидели, и нам посоветовали отсюда убраться. Друзья, этим утром мы пришли на рынок не только для того, чтобы походить по рядам, посмотреть всю культуру и колорит этого города, а также, чтобы позавтракать. Пойдемте посмотрим, чем тут кормят. Мы подошли к одному из кафе и заказали такой напиток под названием Бернардао. Господи, вы говорили. Это разные ягоды, в том числе и знаменитые асаи, или замазанского ледяга, смешанные с молоком. В общем, тут очень всего много. Я даже не успела посмотреть, что там внутри, но сейчас попробуем. Это вкусно. Тут добавлены орехи, молоко и ягоды. Между орехами и кофе. Говорят, очень энергичный и питательный. Мы пришли на рынок, и знаете, что меня удивило? Первое, что я увидела, это рогатки. Посмотрите, можно брать, покупать и стрелять жабы-птичек. Это, конечно, плохой вариант, но я думаю, для этого они тут и продаются. А еще сегодня у нас будут брать интервью. Это уже второе интервью по счету. Другое телевидение. Они приехали прямо сюда, устроили маленький фурор среди местных, потому что все оборачиваются, смотрят, что за звезды приехали. Очень-то как-то неловко себя чувствую, потому что для меня как-то это особый день, особое мероприятие, потому что мы с Максимом не звезды уж далеко. И очень приятно, что приехал в Бразилию, в этот город. Многие уделяют нам внимание, и им интересно, кто мы на самом деле, где мы путешествуем, зачем мы это делаем и что мы видели. Но мы пойдем сейчас с вами, пройдемся по рынку, посмотрим, что тут есть еще интересного. Мы зашли в какой-то ряд, где продается очень много разных растений, лекарственных препаратов. Вы смотрите, модные веники для бабы Яги. Хотите леопардовый, хотите разноцветный. Фэшн. Убирать дом так с красотой. Сейчас мы пришли на площадь, где находится почтовый офис. Ребят, просто представьте себе, мы находимся в обычном городе, где почтовый офис выглядит как какое-то здание министров, здание политиков. Сюда приятно прийти и отправить открытку своим родственникам. Иногда вот такие мелочи в городах просто удивляют и запоминаются очень сильно. Это именно те мелочи, которые трудно встретить, если ты не находишься с местными или если ты сам не бродишь по городу. И иногда люди – это то самое интересное, что ты видишь в каждой стране. Поэтому мы для себя поняли, что самое интересное мы будем изучать изнутри. Мы будем останавливаться в домах людей, мы будем знакомиться с ними, мы будем изучать их культуру. Причем не то, что показывают в туристических проспектах, а именно так, как живут обычные простые люди. Каждый день, собираясь на работу, готовя еду, встречаясь с друзьями, отмечая праздники. Именно этим мы сейчас и занимаемся. И нам это нравится. Прямо сейчас у нас взяли интервью в разных местах. Нас расспросили о нашем путешествии, дом жарко ли нам в этом месте или нет. Нам очень повезло, мы приехали не в самый жаркий сезон сюда, и поэтому нас не испепеляет солнце. Но сейчас мы будем направляться в сторону дома и, конечно же, спросим, когда нас покажут по телевизору и когда мы станем местными звездами. Если вам интересны видео из бразильских новостей, ссылочки на них находятся под нашим видео. Заходите в описании. А также не забывайте подписываться на наш канал и переходить на другие ролики, потому что у нас очень много видео из разных стран. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok